МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода и телеканала Настоящее время программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Есть ли у России в ее развитии форточка новых возможностей? Ответ на этот вопрос я постарался получить, побывав в Барнауле на 15-й конференции «Сибирский даос», которую проводил фонд Наумана. Организатор сибирского даоса Владимир Рыжков напомнил, что год назад конференция была сорвана властями Республики Алтай. И ее в сокращенном виде провели в Барнауле в одном из кафе. В этом году форум прошел без проблем. Возможно, потому что ряд его экспертов работают над государственной программой «Стратегия-2035». В 2016 году в российской экономике началось оживление. Связанное с ростом цен на нефть прогноз роста 1,5%. Но Россия будет расти в 2,5 раза медленнее, чем мировая экономика. И в 3 раза медленнее, чем остальные развивающиеся страны. Считает известный российский экономист Евсей Гурович. Я думаю, что в наших условиях при таких масштабных проблемах нужно говорить не о мерах, а о новых механизмах, которые могут активизировать нашу экономику. И я думаю, что сейчас, я надеюсь, реально активизировать, пусть не в полную меру, но все-таки в какой-то степени, механизм созидательного разрушения. У нас ради решения задач социальной стабильности часто жертвуют развитием. У нас поддерживают в том числе неэффективные предприятия, держат на плаву разными способами. Это означает, что блокируется механизм созидательного разрушения. Я думаю, что это есть, надеюсь, шансы на то, что частично их разблокируют, эти механизмы. А как их разблокировать, собственно? Это что, нужны какие-то государственные решения или что? Или это через приватизацию, например? Нет, речь идет не о приватизации. Это речь идет, например, о изменении стимулов и критериев. Я не помню, есть ли сейчас, но еще недавно в критериях оценки деятельности губернаторов входила безработица. Я думаю, что у нас сейчас нет проблемы избыточной безработицы. У нас противоположная проблема – недостатка рабочей силы. По крайней мере, вскоре она встанет перед нами в полный рост. И в любом случае нельзя бороться за то, чтобы не росла безработица, тормозя модернизацию предприятий, поскольку всякая модернизация означает установку оборудования, тогда может высвободиться за рабочие. Я думаю, что это один из каналов, по которым могут быть посланы сигналы губернаторам, что нужно заботиться о росте инвестициях, а не о сдерживании безработицы, с которой, я уверен, проблем все равно в любом случае в обозрении в будущем у нас не будет. А как Вы относитесь к идеям повышения налогов, например, подоходного налога до 17%, как некоторые предлагают? Ну, это нужно выбирать, понимать, ради чего это делается. Но не будем говорить о конкретных цифрах. 17, 17 или сколько. Если мы хотим повышать налоги ради того, чтобы все оставалось, как было, то я думаю, что это неправильно. Если мы хотим повысить налоги для того, чтобы с помощью дополнительных средств вложить в образование, здравоохранение, не раздувая и другие расходы, то это может быть неприятная, но в конечном итоге полезная мера. То есть это не мера такой финансовой стабилизации в связи с кризисом, в связи с тем, что цены на нефть вряд ли вверх пойдут? Да, я думаю, что проблемы стабилизации нужно решать за счет оптимизации расходов, что уже во многом и делается в рамках трехлетнего бюджета, который мы начали исполнять. А повышение налогов можно обсуждать только в рамках развития. А с пенсионной системой все-таки что-то будут делать? Или все так зависнет в непонятном состоянии? Ну, это упирается, понятно, в политические решения, но мне кажется, что придется повышать пенсионный возраст, потому что иначе наш бюджет не выдержит, как и не выдержит никакой бюджет. Во всех странах проводятся пенсионные реформы, почти во всех повышается. Пенсионный возраст из бывших республик Советского Союза, он остался таким же, как в Советском Союзе, только в России и Узбекистане. Ну, а что сказать, собственно, в таком случае людям-то? Опять им надо затянуть пояса ради светлого будущего или ради замечательного настоящего правящей элиты, которая там себе дворцы заводит непонятно на какие деньги? Это совершенно разные вещи, поскольку с дворцами нужно разбираться отдельно. А что касается пенсионного возраста, то если его не повышать, то в проигрыше останутся прежде всего пенсионеры, поскольку это означает, что будет увеличиваться разрыв между уровнем пенсии и уровнем заработной платы. А популярные реформы вообще бывают? Реформы бывают популярными, например, снижение подоходного налога, которое было проведено в 2001 году, было вполне популярной реформой. Ну, а впереди никаких популярных реформ не увидится, так и говорится. Я думаю, что реформы должны, но всякая реформа имеет свою цену и результаты. Я думаю, что нужно объяснять, как цена связана с результатом и какой ценой достигается тот или иной результат, чтобы люди понимали, что сейчас нет возможности добиться результатов совсем без реформ. Но и что реформы – это не просто, как вы говорите, я с вами не согласен, не просто затягивание поясов, а это движение вперед. С другой стороны, я уже сказал про дворцы и про уровень коррупции. С таким уровнем коррупции недовольство будет очень сильно растить. С коррупцией нужно бороться, тем не менее. Многие страны с высокой коррупцией проводят успешные реформы и очень хорошо развиваются. Вы знаете, что в Китае уровень коррупции достаточно высок, тем не менее. Они уже 35 лет растут со средней скоростью 10% в год, дай бог, всем другим странам. Это был известный российский экономист Евсей Гурович. Образ будущего в энергетике для России не очень хорош. Мир вошел в длительный период низких цен на нефть и газ, сверхприбыли больше не будет, подчеркивает директор Института энергетической политики Владимир Милов. Несколько слов про нефть, я про него много не буду говорить, потому что сюжеты там довольно очевидные. Но вот просто, чтобы вы понимали, насколько изменилась картинка мирового рынка в связи с выходом нового старого. Так как когда-то США были ведущей нефтедобывающей страной в мире и, собственно говоря, во второй половине 70-х их обогнал ненадолго Советский Союз, тогда отобрал у них первое место. Но, собственно, сейчас американцы себе все это дело вернули. И, естественно, это все благодаря, прежде всего, сланцевому буму, который мы много раз обсуждаем. И даже, вот, я хотел подчеркнуть, что вот эта вот территория низких цен, в которую мы вошли, вот многие говорили о том, что при низких ценах сланцевая добыча обрушится. Честно говоря, даже я, вот, я думаю, многие вспомнят наши дискуссии здесь, я считал, что там порог чувствительности сильно выше, чем он оказался. Вот, обратите внимание, вот, давайте сейчас немножко вернемся к такой структурной составляющей, вот, какие же вытворящие чудеса творят конкуренции и частные инициативы. В чем особенность этой сланцевой отрасли? Там нет никакой амер нефти, да, которая вот одна большая приходит и везде решает, где там какие залежи. Там сотни мелких и средних компаний, которые дичайшим образом конкурируют, многие разоряются, многие стали банкротами или до сих пор находятся в тяжелом финансовом положении. Тем не менее, вот эта очень рискованная, высоко конкурентная отрасль, основанная на абсолютно частной инициативе, вот она дала такой совершенно фантастический результат. И вот обратите внимание, это вот динамика по квартальной добыче в Соединенных Штатах. Вы видите, что вот там, помните, там разговоры шли про цену отсечения, вот при какой цене в Америке начнет опять добыча расти. Во-первых, она не сильно снизилась, то есть падение добычи по прошлому году, вот тяжелому, да, когда была средняя цена там, соответственно, 40 с чем-то, да, оно составило всего 8% в США. То есть никакого обвала, а такая была довольно-таки, это пологая кривая, да. Как только в четвертом квартале средняя цена вышла за 50, все, она пошла опять расти. Пока это не очень существенные темпы роста, но видно, что вот сегодня там какие-то свежие данные по росту боровых, я буквально только что видел в Твиттере ежедневный этот отчет, да. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что 500 тысяч баррелей в день может быть рост добычи в США, а если учесть, что они обгоняли все консервативные прогнозы всегда, то скорее всего и больше. Вот вам тот, кто нейтрализует вот все это соглашение ОПЕК, там и так далее, да. Поэтому, когда вот коллеги говорили, да, про то, что мы вошли в территорию, длительную территорию умеемых цен, вот кто будет стабилизатором этого рынка. И еще раз повторю, что это следствие экономической модели, построенной на очень сильной конкуренции огромного числа мелких и средних частных игроков, да. Вот, собственно говоря, какой результат это дает. И, кстати, это же дает повышение эффективности, связанное с чувствительностью к низкой цене. То есть вот когда мы говорим, что вот они выдержали там 40-50 долларов, да, они выдержали это почему? Потому что они все время занимались инновациями, прикладными на месте, да. То есть они научились бурить горизонтальные стволы разнонаправленные из одной вертикальной скважины. Не бурить в каждом месте новые вертикальные стволы, да. Они научились бурить много скважин с одной муровой площадкой. Ну и так далее. То есть вот это та самая производительность, о которой мы говорим, да. Вот. И что касается, вот сейчас опять там к разговору о Трампе и его политике, да, вот говорят, что он сейчас придет, и там вообще все пойдет еще быстрее расти. Наверное, в каком-то ограниченном смысле да, но вообще надо сказать, что вот этих ограничений как таковых их и не было. То есть при Обаме, вы видите, какие были бурные цифры роста, да, 80% рост добычи нефти за период правления Обамой. Но это прибои свидетельства, что там не было каких-то больших ограничений, поэтому ничего не сдерживает рост США, если вот цена на нефть будет сейчас, допустим, в коридоре 50-60, то есть мы увидим там выброс новых объемов, которые опять рынок стабилизируют, да. В этой ситуации, это говорит, что это значит для России, да, это значит, что мы больше нефти, это теперь просто нефть. Это вот не какое-то там там сверхявление природы, на которое надо молиться, это просто обычный товар, да, который сверхприбыли больше нам не принесет из-за вот этой вот высокой конкуренции и стабилизирующей роли США на рынке. Несколько слов о природном газе. Природный газ на сегодня это главный бенефициар вот этих всех мероприятий энергетических процессов, потому что альтернативные источники энергии, они увеличивают свою роль, но медленно, мы сейчас до этого дойдем, да, а с другой стороны природный газ, его много, он тоже, вот как мы выясняем, в том числе и в ходе исландцевой революции, он теперь есть более-менее везде, а не только в России, в персидском заливе, как раньше думали, да, технологии прогресса, конкуренции делают ему дешевле, да, то есть он становится там доступным. Ну, а о преимуществах его экономических и экологических, вот мы только что говорили, да. Что мы видим здесь в плане роли нашей уважаемой сверхдержавы? Я в прошлых годах, вы можете найти эти презентации, я показывал, как адски падала доля Газпрома в мировой добыче, то есть там почти 25% до 15, да, за 15 лет, да. Ну, вот здесь, собственно, объяснение, в чем дело. Вот помните, вот у нас эти дискуссии, там, а сколько стоит, должен стоить газ для Украины, а сколько стоит должен газ для Белоруссии, там называлась цифра вот 300-400 долларов, да. Вот мы видим, сейчас, я думаю, вы слышали в последние недели и месяцы, что Газпром репортует о рекордных объемах продаж в Европу. Вы знаете, но это вот, эта картинка достойная учебника, да. И вот цена. Да, да. Вот как только цена стала 170-180 долларов, средняя, это по их отчетам, средняя цена реализации газа в Европу. Это на скважине? Нет, это там уже, на, да, на фобе европейской. Соответственно, как только цена стала, вот реально, сколько востребованный газпромовский газ должен стоить. 170-180 долларов, в полтора раза тут же выросли объемы. Как ситуация в энергетике влияет на политику властей? Говорим с директором Института энергетической политики Владимиром Миловым. А какие, собственно, политические выводы из вашей презентации по экономическим вопросам, по энергетике? Способно ли российское государство выжить в новых условиях, модернизироваться, становиться более эффективным или нет? Ну вот эта ситуация с непопаданием в основные мировые энергетические тренды, она вот еще раз и может наиболее ярко иллюстрирует вот такой центральный вопрос, да, что мы за эти там, я не знаю, 15-17 лет строительства последней модели государства и общества, мы сделали ставку на вот эти большие централизованные структуры под контролем централизованной государственной власти, они неповоротливые, они неэффективные, они неэффективно распоряжаются огромными ресурсами, они не ловят тренды, не гибкие, потому что у них нет стимулов, они всегда смогут к дяде в Кремле или в Белом доме прийти за поддержкой, если попадут в какие-то трудные ситуации. Им совершенно не надо конкурировать на рынке и думать о как повысить свою эффективность, как угадать тренды, как заниматься инновациями, то есть вот такое хорошее там древнеримское слово «стимул», да, у них нет этого стимула для того, чтобы становиться лучше и для того, чтобы конкурировать вот в этом ужесточающемся, глобальном таком энергетическом рынке. И ровно та же самая система, она воспроизводится и в других сферах. Вот эти централизованные крупные государственные монополии, они ничего не производят, просто проедают ресурсы, и у них низкая производительность, и ни на какие инновации с ними рассчитывать не приходится. Я думаю, даже вот не только по моему энергетическому докладу, но по всем остальным, которые сегодня озвучали на конференции, было видно, что во всех остальных сферах ровно такая же проблема, и поэтому вот эта ставка на сверхцентрализацию, на нескольких крупных, близких к государству игроков, но она, очевидно, не оправдала себя, и выигрывают как раз абсолютно другого типа системы, открытые, конкурентные, с большим числом мелких и средних игроков, не связанных с государством, а заинтересованных только в том, чтобы выигрывать на открытом рынке. И, к сожалению, это ровно противоположно той системе, которая сложилась в России. А прокормить эту систему, которая, в общем, сейчас не стала столь богатой, как была, в принципе, на нынешнем уровне, они могут поддерживать, так сказать, социальные запросы населения, которые получают зарплату, ну, условно говоря, там, 17-го года, а доходы, там, 2007-го? Ну, видите, дело в том, что вот эта система сейчас начинает конкурировать с населением же, собственно, за скудные ресурсы, которые у нас резко уменьшились из-за падения, там, нефтяных цен и всей этой конъюнктурной ситуации, которую мы здесь обсуждали. Ну, то есть что? Вот они просят, там, всякие разные налоговые льготы. Вот у Роснефти из-за ее, там, неэффективности уменьшилась в два раза чистая прибыль по итогам 2016-го года. Это значит что? Это значит, что они в два раза сократят выплаты дивидендов в госбюджет. Это значит, например, что наша пенсионная система от Роснефти получит меньше денег. При этом правительство всячески рассматривает, там, большие пакеты для них налоговых льгот по разным месторождениям, потому что они жалуются, что вот им денег теперь не хватает, да. Вот. Так что это как в старой шутке, да, что это там, типа, не папа будет меньше пить, а дети будут меньше есть, да. Нам надо понимать, что нет никаких денег государства. Да, эти люди в итоге за свою неэффективность заставляют расплачиваться нас. Да, все вот эти вот списания убытков госбанков, розданные на эти вот прожекты, например, это переспределение бюджетных денег, которые могли бы пойти на сниженные налоги, на финансирование каких-то социальных расходов, на строительство дорог. Ничего этого не будет, потому что какой-нибудь очередной Газпром или Роснефть все провалил, им нужна будет сейчас помощь и субсидия от государства. Я думаю, что вот этот прессинг на нас всех, он будет не меньше, не менее серьезным, чем те экономические проблемы, с которыми Россия столкнулась на внешних рынках. Ну, то есть, ждать гражданам что? Повышение налогов и неприятностей? А уже заговорили, что прежде всего налог на доходы физлиц будет повышаться с 13 до 15 процентов. И не думайте, что вам это кто-то компенсирует, потому что сегодня нет условий у работодателей для того, чтобы повышать зарплаты. Они просто из вас это вычтут. Это уже открыто обсуждается сейчас в правительстве. И это вот ровно та плата за субсидии, льготы и вспомоществование тем приближенным к императору монополиям, которых мы настроили за 15 лет. То есть, путинский режим, вот таким образом он может стабилизироваться на следующий срок? Если население стерпит то, что из него будут высасывать все новые соки для поддержания вот этой системы неэффективных монопольных монстров на плаву, если население будет терпеть, будет удерживаться не только на следующий срок, а еще на много сроков вперед. Вопрос в том, как наши люди себя поведут. Я в этом смысле все-таки надеюсь на лучшее. Россия пока живет в 20 веке. Все ее социальные институты оттуда. Пенсионная система становится бюджетной, а не страховой, подчеркивает выступавший на форуме доктор экономических наук Евгений Гангмахер. Понимаете, в России на протяжении, я думаю, даже столетий, всех последних, человеческий капитал мыщадно эксплуатировали, за счет него добивались каких-то относительно небольших успехов. Понимаете, начиная от строительства Петербурга на человеческих костях, когда они считались с тем, что там происходит. Между прочим, при Петре I население России уменьшилось на 2-3, насколько я понимаю, читал исторические исследования. Кончая вот этими всякими бессмысленными войнами, в которые гибли люди, ну, последние советские примеры, индустриализация, которая была сделана на костях и крестьян, и вообще население, какие, вот это стоило просто реально миллионов, там, десятков миллионов человеческих жизней, в том числе, которые не родились. Вот, и, собственно говоря, вот 90-е годы, да, прошлого века. Ну, в общем, реформы, которые были начаты, они же тоже были за счет человеческого капитала. Мы это видим и по продолжительности жизни, которая тогда упала, по смертности, которая выросла. Ну, единственное, был такой демпфер, это, конечно, дали свободу. В 90-е годы была возможность действительно людям самим как-то в этой достаточно такой шоковой ситуации самим решать свою судьбу. Вот возник этот и малый бизнес, и какие-то разные другие формы бизнеса. И, кстати, вот сейчас я ретроспективно смотрю, ведь не было никаких крупных социальных волновей, ну, таких масштабов. Ну, там же актеры поставали время, когда они там рельсы перекрывали. Но, в принципе, так, чтобы население, вот как сейчас некоторые ожидают, я считаю, это бесполезно, что население вдруг все встали и пошли, там, не знаю, забирать власть, такого не было. Ну, август 98-го, давайте вспомним. Слушайте, ну, казалось бы, да, население в очередной раз потеряло довольно значительные деньги. Ничего, абсолютно. То есть встали, отряхнулись и пошли дальше. Ну, это, я повторяю, вот оборотная сторона вот этой покорности, оборотная сторона, это была, безусловно, эксплуатация, нещадная сверхэксплуатация чеческого ресурса. Ровно так же, как сейчас, у нас подходят к полному щепанию советские основные фонды, которые нам достали с наследства советского времени, все вот эти заводы. Так вот, так же, как основные ресурсы, основные фонды исчерпываются, и, кстати, замены адекватной нет, потому что отсутствует инвестиционный процесс, так же и человеческий ресурс, с моей точки зрения, за все вот эти десятилетия и столетия даже нашей российской истории, он сейчас находится в состоянии, когда он исчерпался до какого-то, видимо, критического предела, просто критического предела. Когда дальше следовать такой же, той же самой логике, что мы что-то сделаем в экономике, предложим какие-то вещи, а вы там, люди, это примите, потерпите и так далее, это уже не проходит. Собственно, вот Евсей Томович показывал судьбу этих стратегий, которые были сделаны в последнее время, вот, точнее, стратегия Грефа, и я согласен, конечно, с его оценками, тем более, что я сам там некоторое участие принимал, допустим, в программе Грефа. Честно говоря, например, стратегия 2020, когда я понял весь этот замысел, я отказался принимать участие в разработке, мне предлагали, но я сказал, это бесполезно, потому что это все снова сводится к каким-то таким технологизмам и красным флажкам. Потому что я помню, когда потом было одно из обсуждений стратегии 2020, ну, в таком закрытом режиме, один из моих коллег задал вопрос, а почему нет такого-то раздела? На что один из авторов сказал, а нам это не заказывают. Вот, то есть схема вот примерно такая. Это снова человек, человеческий капитал. Это снова, при всех хороших словах, потому что на стратегии 2020 там была заявлена новая социальная политика, плюс 2% ВВП на здравоохранение и образование, минус 2% с обороны безопасности, социальный контракт, системы бюджетные и так далее. Но вы видите, что все произошло, ну, это неплохо, наверное, если бы это было, но все произошло ровно в обратном порядке, как раз произошли минусы, а не плюсы, если говорить о социальной сфере. И это как раз говорит о том, я повторяю, что те люди, кто принимает решения здесь, у нас, в России, несмотря на какие-то хорошие предложения, документы, они по-прежнему мыслят в этих категориях, что человек – это некий пассивный ресурс, который все выдержит. В России сложилась особая модель рынка труда. Ее суть – в обратной гибкости. В кризис не растет безработица, зато падают зарплаты, занятость не уменьшается, рассказал директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гемпельсон. Нынешняя модель дает автоматическое поддержание низкой безработицы. Но вот так называемые майские указы Владимира Путина о повышении зарплат бюджетникам привели к перенапряжению местных и региональных бюджетов. Их реализация идет за счет сокращения учителей и врачей, уменьшения расходов на инфраструктуру, подчеркнул Владимир Гемпельсон. С Владимиром Гемпельсоном я побеседовал о ситуации на российском рынке труда. Я понимаю, что это такое у вас 25 минут ступительное слово заняло, а теперь, если коротко, все-таки тенденции для ближайшего времени по рынку труда, что будет с безработицей просто на ближайшее время? Она будет такой же низкой, как сейчас. Это очень оптимистично. А если мотивировать? Ну, если мотивировать, то мое утверждение о том, что она будет низкой, основано на том опыте безработицы, который у нашей страны есть за последние 25 лет, и на том, как работают институты рынка труда, которые все вместе взятые обеспечивают низкую безработицу за счет адаптации через заработную плату. Если страна вступает в кризис, заработная плата снижается, безработица реагирует слабо. Если страна переходит к быстрому росту, то заработная плата начинает быстро расти, а безработица тоже остается низкой, потому что новые рабочие места, они создаются крайне вяло. Это то, что мы видели на протяжении всего предыдущего периода, а в предыдущих периодах у нас были как негативные шоки, кризисы, так и были позитивные шоки, то есть период быстрого экономического роста в нулевые годы. Занятость практически не изменилась, а безработица, естественно, снизилась, она была низкой. Но заработная плата очень сильно выросла, удивительно сильно. Есть ли какие-то заслуги, собственно, власти в том, что вот так все происходит? Ну, основная заслуга власти в том, что она пока не пыталась разрушить тот механизм, который в силу различных политических, экономических, исторических причин сложился в самом начале 90-х годов. Отчасти предпосылки для того, чтобы именно такой механизм сложился, они возникли в конце 80-х, во времена Горбачевских реформ, когда были приняты соответствующие загоны, касающиеся, в частности, самостоятельности предприятий. Когда наступили реформы 92-го года, то все так боялись безработицы, что трудовое законодательство оставили достаточно жестким. Поэтому сложились условия для того, чтобы зарплата была гибкой, а занятость оставалась инерционной. Еще один вопрос все-таки про майские указы Владимира Путина. Вот каков эффект сейчас этих указов? Потому что, ну, вот те же региональные бюджеты, как нам часто говорят, они, прямо скажем, страдают, а выполняются эти указы за счет сокращений, закрытий и так далее. Ну, там указов, он не один указ. Значит, тот указ, который, может быть, я понимаю больше и могу оценивать выполнение, это указ о заработной плате бюджетников. Ну, все-таки надо признать, что благодаря этому указу разрыв в заработной плате бюджетников и небюджетников, он сократился. Другое дело, что это достигнуто большой ценой, той ценой, о которой вы сказали, но сокращение этого разрыва – это самостоятельная задача, и она достаточно важна. Все-таки, согласитесь, это ненормальная ситуация, когда врачи и учителя, то есть люди, с одной стороны, обладающие значительным человеческим потенциалом, человеческим капиталом, а с другой стороны, выполняющие крайне важные для всех нас функции, они нас лечат и учат наших детей, они за свою работу получают очень мало. Поэтому я считаю, что сама по себе задача сокращения разрыва, она абсолютно правильная, о том, как его надо реализовывать, какие инструменты должны для этого быть, это самостоятельный вопрос, он не такой простой. Потому что, на мой взгляд, конечно, решение этой проблемы, оно связано с определенным реформированием самого бюджетного сектора, изменением механизмов формирования зарплаты внутри бюджетного сектора. Это технически очень непростая вещь, политически тем более, и сходу она не решает. Моим собеседником был экономист Владимир Гемпельсон. Последние 25 лет развитие России сопровождалось высоким ростом неравенства. Вместе с Украиной Россия является европейским лидером по неравенству. Оно должно быть в теории драйвером экономического роста, но в России оно им так и не стало. В стране неадекватный уровень бедности, доля бедных – 14% населения страны. И уже три года подряд идет падение реальных денежных доходов населения, рассказала директор по социальным исследованиям высшей школы экономики Лилия Овчарова. Население вообще научилось жить в условиях таких доходных шоков. Самый мощный был, конечно, с 92-м году, потом не менее мощный был с 98-м году. Мало кто помнит про падение реальных доходов в 95-м, а оно было и по масштабу сопоставимо с тем, которое происходит сейчас или было в 2008-м году. Поэтому население знает, как себя вести в таких историях. В основном это у нас обесценение национальной валюты. Значит, можешь складывать деньги в валюту, подделай запасы, покупай товары. И, в принципе, когда происходят, особенно вот происходило два последних шока с 2008-го и 2015-го года, то население таким образом себя и вело, и совершенно спокойно отнеслось, в некоторой степени спокойно, к тому, что происходило. Особенно к тому, что происходит в 2015-м году. Мы сейчас откатились где-то к 2010-му году по уровню жизни, но это не те шоки, которые мы переживали ранее. Поэтому здесь вот ожидание того, что из-за 10-процентного падения реальной заработной платы население выйдет на митинги, на эту ставку делать не нужно. Оно выйдет на митинги тогда, когда им не хватит денег на хлеб. Вот здесь другие сюжеты. Но чем отличается нынешний кризис? Он отличается тем, что уже третий год подряд идет падение реальных денежных доходов. Если раньше мы все время в течение одного года с этой проблемой разбирались, упало достаточно сильно, потом быстрый рост. То сейчас мы видим, что это здесь нет пока что еще 2016-го года, но его вывесили. Вот прямо когда мы в самолете летели, надо это все считать и положить на график, тоже будет падение. Вот в годовом измерении у нас уже 3 года идет падение реальных денежных доходов. И инфляционные шоки, которые вот сейчас мы пережили, вот эти вот стрелки, которые наверху, это инфляционный шок. Конечно, инфляция 92-го года, но она никакой не идет в сравнении с инфляцией, которая была сейчас. И 98-го тоже. Поэтому, вот сейчас с этой точки зрения такое произошло мягкое проседание, но я хотела обратить ваше внимание на то, что в целом, все-таки, если сравнить с предреформенным периодом, что у нас доходы выросли. Выросли они на 56%, достигали мы 65% в 2013 году. Но сейчас это все-таки более высокий уровень жизни, с которым мы входили 25 лет назад в реформу. Кризис этот не похож на предыдущий, он медленный, затронул в первую очередь высокотехнологические отрасли, автопром, потом стали падать регионы машиностроения, сохранили уровень развития и даже показали небольшой рост регионы агропромышленного комплекса, нефтегазовые, и впервые регионы ВПК. В 2015 году трансферты регионам не сократились, за одним исключением. Это Крым, которому тогда срезали дотации на 4%. Теперь Крыму прибавили. Как раздавали деньги в 2016 году? Реальные геополитические приоритеты центральной власти это Крым, это Севастополь, Ингушетия и Чечня, рассказала доктор географических наук Наталья Зубаревич. По ее мнению, Россия уверенными шагами идет к федеральной политике, денег нет, но выдержитесь, а проще это ваши проблемы. Субсидии срезали среднеразвитым российским регионам, а не жертвы кризиса. Доля расходов на социалку в консолидированных бюджетах сократилась с 61% до 59%. Рубка идет за счет социальных расходов. Но есть регионы, которые тратят много. Бюджет Москвы 1 триллион 860 миллиардов рублей. Из них 188 миллиардов или 10% идет на благоустройство, плитку и мощение. Это больше всего бюджета Алтайского края. Регионы хереют, Москва жреет, отмечает профессор Наталья Зубаревич. Вчера Геннадий Шейден на открытии приводил цифры, что на жителей Алтайского края бюджетная обеспеченность 13 тысяч, да? В Москве сколько там? А? 122. 122, да. 13. То есть соотношение кратное. Нет, дело не в этом. Здесь может быть два объяснения. Первое объяснение, что настолько мощная экономика, что она обеспечивает именно такой уровень бюджетной обеспеченности. Второе объяснение, что это политика федерального центра, которая считает, что Москва должна быть на особом положении. И третье объяснение, если такая мощная экономика, которая дает такую высокую, кратно более высокую, чем Алтайский край, например, бюджетную обеспеченность, то почему не работают механизмы перераспределения, которые работают, например, в отношении нефтегазовых регионов? Ведь федерализм требует все-таки большего какого-то выравнивания и справедливости. То есть все равно получается, что ее бы тоже надо бы выравнивать, то есть перераспределять московские деньги на регионы. Почему этого не делается? Тогда мы опять приходим к выводу логическому, что она на особом положении. И так, и не так. Пункт первый. Мы научились собирать на центральный уровень, на центральный уровень, сырьевое. НДПИ централизован полностью. Никто в мире не умеет собирать на центральный уровень столичную ренту. А в странах с вертикальным политическим режимом, где все сидит в основном в столице, если не в столицу, то отправили в Питер на портфорн, эту ренту мы собирать не умеем и никто не умеет. Третье. У большущих городов, огромных агломераций, есть естественные конкурентные преимущества агломерационного развития. И туда вообще лезть с какими-то рентными поисками не надо. Что за счет чего живет Москва? За счет своих. Никто особо ничего не добавлял. На 18% вырос налог на прибыль. Главным плательщиком были банки. Ключевая концентрация банков в Москве. Да, нефтегаз вытащили частично в Питер, а с банками этот номер не проходит. ГРФ в Питер не пойдет, у него бизнес будет ломаться. А нефтегазу неважно перегистрировать. Второе. На 8% вырос НДФЛ. Это мы, москвичи, его оплатили. Да, два года подряд. Федералы добавляют по 35-40 миллиардов рублей в бюджет Москвы на так называемое метро. Ну, извините, при бюджете 1 триллион 860 миллиардов это семечки. Но есть еще дополнительная история, которая абсолютно приводит. Абсолютно приводит. Если мы смотрим структуру промышленности города Москвы, 20% промышленности города Москвы это добывающие отрасли, добыча нефти и газа. И эти конторы платят свой налог на прибыль по Москве. И раньше это давало в Лужковские времена. Левинную долю. Хотя Газпром платил со штаб-квартиру. Сейчас это уменьшилось, но тем не менее, нечестные деньги, получаемые Москвой, в этом пуле есть. Но сейчас банки круче, чем нефти. Надеюсь, я ответила. Нет, не ответила. Почему нет перераспределения? А я объяснила, как вы. Агломерационные преимущества вы не смеете перераспределять, потому что это реальные преимущества. Вы не отвечаете на мой вопрос. В Федерации происходит перераспределение от богатых к бедным. Почему от Москвы не перераспределение? Ответ. Потому что отбирать что-то можно только по понятным критериям. Иначе это начинается издевательство над любой системой госуправления. Тя люблю, тебя отниму. Тебя не люблю, не будут. Или наоборот. Критерий сырьевой ренты абсолютно понятен. Под него сделан специальный налог. Он просто изымается. Будьте добры, объясните, по каким критериям вы будете отнимать столичный налог. Если мне объяснят и покажут, я готова, по антикоррупционным. По антикоррупционным. Трансфер 15 минут. Лап-лап. Ну, плиточка. Государство начинается с правил игры. Если правил игры нету, вот сейчас какие-то, цитирую Азана, лучше плохие правила игры, чем никакие. Когда они становятся никакие, меняются каждые 5 минут, это неправильная история уже для развития всей страны. О том, что происходит в региональной политике, я побеседовал с профессором Натальей Зубаревичем. Наталья Васильевна, в чем, собственно, специфика кризиса 17-го уже года? Ну, во-первых, кризис начался не в 16-м и не в 15-м. По-честному, он начался с 13-го года. И у этого кризиса совершенно особая история. Начался он как бюджетный кризис субъектов федерации. Это следствие выполнения указов. Темпы экономического роста замедлились, началась стагнация, денег у бюджетов не было. Вторая болевая точка – это инвестиционный кризис. Нулевка по динамике была уже в 13-м году, дальше только хуже. Хотя в 16-м спад замедлился. Третья проблема болевая – это доходы населения и потребления. Это мы почувствовали как торможение уже в январе 14-го до кризиса в Крыму. А уж ноябрем-декабрем 14-го, когда полетели цены на нефть, это все обрело ощутимую динамику. Итак, деньги бюджетов, инвестиционные деньги и деньги населения. Три больных точки. Не промышленный спад, он был небольшим. Не безработица, она практически не вырастала, потому что у рынка труда есть то, что называется демпферы, смягчители, которые помогают избегать роста безработицы. Зарплата полетела, уж если по-простому. К чему мы подошли к концу 16-го года? Что-то удалось смягчить. Точно закончился промышленный спад. Это уже было видно по данным ноября-декабря. И он закончился в большинстве регионов. Регионов со спадом осталось хорошо, если 20, и это уже уходящее на то. Второе. Не закончился пока, но близок к остановке падения инвестиционный спад. По итогам года минус примерно 0,9% к году предыдущему. Это пока еще минус, но скорость спада резко замедлилась. Однако до сих пор более половины субъектов Российской Федерации имеют отрицательные значения инвестиции. За счет кого тормозил? Простейший вопрос, простейший ответ. Существенно выросли инвестиции в округах Тюменской области. Ресурсную базу надо воспроизводить. И выросли они в Москве. То есть наши главные два преимущества сырьевые и огромная агломерация. Они работают в притоке инвестиций. Бизнес вкладывает туда, где он видит перспективу. Третье. Если мы говорим о доходах населения и потреблении, увы, здесь вынуждено разочаровать. Спад не затормозил. Даже не затормозился. Динамика доходов по 2016 году несколько хуже, чем в 2015. Больше 5% спад. Но с другой стороны, к потреблениям чуток, ну как, если вам нравится, что в 2015 году было минус 10, а в 2016 минус 5, добавку к минус 10, то это, наверное, облегчает ваши ощущения. Но я бы сказала так, у меня есть дурацкая фраза, но я ее повторяю. Сколько пива, столько песен. Вот люди адаптировались к темпам спада, они адаптировались к своей динамикой потребления. Проблемы сервисов, которые концентрируются в крупных городах, очень острые. Они не исчезли, потому что платные услуги это основная жертва сжатия потребления. Да, стали меньше покупать или дешевле брать еду, но в первую голову россияне экономят на том, что мы называем услугами здравоохранения, образования, рекреации, туризм и выезд за границу, замены. Тут ничего не улучшилось. Это бьет по частному бизнесу. Это бьет очень сильно по сервису. А что такое сервисы в России, платные сервисы? Это в основном средний и малый бизнес. И если сети, это падение, торговые сети, переживают, потому что у них вот такая маржа между тем, как они, за какую цену покупают у поставщиков и за какую продают, то средний и малый торговый бизнес, он такого жира не имеет. И у него риски нарастают. Итак, три болячки. Но нужно по-честному добавить, что к бюджетной болячке регионов в 2015 году добавилась федеральная болячка. 2 триллиона рублей дефицит федерального бюджета. Но вы скажете, а что так? Ответ очень простой. Рост на 28 процентов в 2015 году расходов на национальную оборону. В 2016 год дефицит уже 2,9 триллиона. Но национальную оборону немножко начали рубить. Пенсионный фонд и его трансфер неотменимы. Население Астралии. Итак, общий вывод. В части проблем хуже не стало и даже некое торможение. Но в том, что касается конкретной жизни людей, ну, следите за руками. Кризис не закончился. А можно взять и сказать, вот какие регионы пострадали больше всего от санкций? Что вы называете санкциями? Если считать главной проблемой санкций вовсе не шельфовую добычу нефти и технологии с ней связаны, а именно то, что вы назвали ограничение к доступу к кредитам, то могу вам сказать, не преувеличивайте проблему. Когда российский бизнес просто не инвестирует, он не инвестирует не потому, что у него нет дешевых кредитов, хотя это важно, он не инвестирует во многом, потому что он не понимает, что будет через 3-4 года. Для бизнеса смертельная ситуация высокая неопределенность и она реально высокая. Поэтому сейчас проблема не в том, что нет доступа к дешевым деньгам. У компаний есть свободные остатки средств для инвестиций. Они продолжают годить, потому что в нашей стране годить экономически правильнее, чем инвестировать, а потом чесать репу и думать, смогу ли я это сохранить или получу ли я от этого прибыль. А кто прибыли от контрсанкций? Ну тут все понятно. Первое и главное это, конечно, российские пищевики, агросектор, который поставляет сырье для пищевой промышленности. Тут нет вопросов. Это все понятно. У них и рост, у них и пустые свободные рынки, и цену можно задрать. Жертва потребитель, но отрасль в порядке. Нет, отрасль в порядке. Отрасль наращивает объемы довольно устойчиво и увеличивает стоимость своей продукции. Второе, если мы смотрим на общую политику, экономическую ситуацию, я бы сказала политическую, то, конечно, выигрыш имеет огромный российский оборонный комплекс. Особое внимание, значительное увеличение вплоть до 2016 года, в 2016 уже не так, денег бюджетных на финансирование гособоронзаказа. Поэтому второй, тот, кто получил большие преференции, не связанные с санкциями, но это, как бы, санкции, ведь это же продукт общего роста истерических взаимоотношений в стране. Поэтому косвенно это и оборонкомплекс. Дальше, кто еще? Слава Богу, шматья эти санкции не коснулись, но тут главный удар это курс рубль-доллар. Тут уже, как бы, что приставать, Запад не виноват и мы не виноваты. Так сложилось. Поэтому, уважаемые россияне, те, кто любил хорошо покушать, вы пострадали более всех. Те, кто ел на то, что есть в кошельке, их пострадание умеренное, потому что цены выросли, да, но пока еще как-то выжить можно. Те, кто любил ездить в другие места, это не вопрос санкций, это вопрос цены на нефть. Вам придется осваивать просторы горячо любимой Родины, и я, как географ, могу сказать, у нас столько интересных мест, не расстраивайтесь, осваивайте. там дороже, чем во многих местах на западе. Верю, знаю, Сочи точно дороже, Байкал точно дороже. И Камчатка. И Камчатка, простите, Камчатка это премиум туризм. Не всем по карману, не просто не всем, а большинству не по карману. Но, тем не менее, вы можете поездить по центральной России. Короче, никогда так не было, чтобы никак не было. В каждом безобразии можно найти маленькие бонусы. И самое главное, это сохранять чувство юмора и ощущение, что жизнь одна, ее надо прожить весело. Хорошо. И еще один вопрос. Есть же госинвестиции, есть те, кому дают субсидии и так далее. Кто теперь в плюсе? Я очень помню, как вы говорили про Владивосток. Владивосток, замечательный город, был, построился к этому саммиту АТЭС. Но теперь он забыт, а что не забыто? Ну, во-первых, не преувеличивайте роли государства в инвестиционном процессе в Российской Федерации. До кризиса доля инвестиций из бюджетов всех уровней достигала 20-21%. А сейчас она слетела до 16-17%. Причем в основном за счет региональных бюджетов. Да, инвестиции из федерального бюджета еще пока что-то значит. Но погоду на этом рынке делом делает и будет делать инвестор не связанный с государством. Это собственные средства, предприятий, в меньшей степени кредиты банков. То есть это сам бизнес. Куда бизнес увеличил инвестиции? Если в 2015-м году 13% всех инвестиций в Российской Федерации шло в Тюменскую область с ее округами, в основном в округа, то сейчас это уже 15% всех инвестиций. А если в 2015-м году 11% шло в Москву, а с Московской областью это было 15%, то в этом году еще плюс 1-2% что делает российский бизнес? Он делает беспроигрышные ставки, он инвестирует туда, где точно будет отдача. Поэтому регионам с суперконкурентными преимуществами, в общем, не стоит сильно бояться. Воспроизводстве нефтегазовой базы инвестиции будут всегда. В какие-то новые сервисы, инфраструктурные проекты в столице инвестиции будут всегда. Более того, Москва это особое место, где роль инвестиций из бюджета шибко выше. Потому что московский бюджет за 2016 год увеличил свои доходы на 200 почти миллиардов рублей, весь бюджет Ростовской области меньше, а в Ростовской области 4 с лишним миллиона. Поэтому Москва со своей дорожной программой, а теперь впереди у нас еще снос пятиэтажек. Поэтому Москва с деньгами будет, как и нефтегаз. То есть Москва будет жировать вечно, а Россия будет проваливаться в нищету? Ну, я бы так сказала. В непонятные периоды, когда невозможно просчитать перспективы, бизнес делает ставки на беспроигрышные варианты. Это его подушка безопасности. Это первое. Второе. Москва, как город, который собирает все мыслимые и немыслимые преимущества, в шестнадцатом году ему большую часть налога на прибыль сделал не нефтегаз, а банки. Все банки сидят в Москве. Она тоже может себе позволить многое. Хорошо это, плохо. 10% на плитку, но так же нельзя. Можно я скажу просто. Москва зажралась, это вопросов нет, но она зажралась очень специально, потому что в прошлом году не росли расходы, простите, в пятнадцатом году не росли расходы на образование. В этом году как-то очень непонятно с расходами на здравоохранение Москва решила, что облик города намного важнее, чем его человеческий капитал. Ты в них инвестируешь, а они сволочи валят и валят из страны. Мы очевидно вступили в новую фазу кризиса, на который власть реагирует конвульсивными действиями, что может вызвать перестройку политической системы. Надо понять, что впереди, форточка или разбитое окно возможностей, размышляет независимый аналитик Кирилл Рогов. Ему внушает оптимизм то, что при анализе предпочтений граждан выявляется устойчивая группа западников, сравнимая по своей доле 20% с группой особого пути. На самом деле группа западников идейно доминирует, но плохо умеет расширять свое влияние. По мнению Кирилла Рогова, россияне хотели бы не альтернативу западной системы, а западную систему с некоторыми российскими особенностями. Доходы населения сибирского округа упали на 10%. Агрессивная внешняя политика не дает России расти уже 4 года подряд. Население будет меньше потреблять, а рынки будут сжиматься, уверен экономист из Новосибирска Сергей Дьячков. Беднеющее население, я вам показал, как оно беднеет, теряет и в следующем году будет продолжать терять стимулы к расширению потребления. То есть рынки будут продолжать сжиматься. Большая часть рынков и прежде всего потребительских рынков и прежде всего рынков товаров длительного пользования, рынков развлечений, а дальше упадет их еще как, будут сжиматься. Что нужно сделать? Ну, у нас опять же рецепт этот качурит из презентации в презентацию. Вот эту мысль мы говорим с самого первого дня практически вот начало обострения внешнеполитических отношений России. либерализации и демонополизации отечественной экономики, восстановление нормальных отношений России со странами и соседями. Здесь имеется в виду соседей в широком смысле. И Европа, и Соединенные Штаты, и все остальные. Вот необходимые условия для начала нового устойчивого экономического роста и соответствующего роста предпринимательской активности в нашей стране и ее регионах. Без изменения внешней политики выход российской экономики на рост невозможен, подчеркнул экономист из Новосибирска Сергей Дьячков. Собственно, к такому же выводу пришли многие участники дискуссии по международным вопросам. Зампредставителя Евросоюза в России Свен Олаф Карлсон в своем докладе показал, что при нынешнем конфронтационном курсе России не следует ждать отмены европейских санкций против режима Владимира Путина. А заведующий сектором ММО РАН Сергей Уткин предполагает, что все же есть некоторая тенденция к нормализации отношений с Западом. Минимум отношений с Евросоюзом уже прошли, затормозили с движения по наклонной плоскости. Возможно, что осмотревшись придем к более комфортному состоянию, подчеркивает Сергей Уткин. Он напоминает, что крымские санкции были символическими. Серьезные санкции связаны с нетерпимой ситуацией на востоке Украины. Если Россия пойдет на урегулирование этого конфликта, можно выйти на отмену санкций в отношении Москвы, даже если не будет решен вопрос о Крыме, уверен политолог Сергей Уткин. Здесь, когда про санкции начинали говорить, очень часто возникал образ Крыма и того, что с этим связано. Но я вам напомню, что санкции, связанные с Крымом, хотя те, кто их накладывал, не любят об этом так уж публично, громко говорить, они, в конечном счете, в значительной степени символические. Наиболее серьезные санкции, которые воздействуют на экономическое положение, санкции, связанные с ограничением возможностей для заимствования на рынках стран Запада, связаны с действительно совершенно нетерпимой ситуации на востоке Украины в зоне вооруженного конфликта. И если мы сами для себя просто признаем, что наш интерес, искренний интерес, шкурный интерес, если угодно, интерес, связанный с задачами экономического роста, это урегулирование этого конфликта, это возможность опять говорить о том, что граница между Украиной и Россией это нормальная граница, а не военная зона, то мы сможем выйти на отмену санкций, на нормализацию отношений между Россией и Европейским Союзом, Россией и Соединенными Штатами, даже в том случае, даже при условии того, что вопрос о Крыме нашим зарубежным партнерам все равно будет подниматься. То есть эти две вещи надо разделять, надо понимать, что вопрос о востоке Украины значительно более острый, он разрешен при желании сторон, у нас еще долго вероятно будут очень сложные отношения непосредственно с Украиной, но если мы в целом выходим на тренд нормализации, то это будут такие уже трудности второго порядка. Тренд необходимо обеспечить, у нас есть для этого возможности, нужно просто для себя оставить приоритеты. Что мы хотим делать в первую очередь? Хотим ли мы действительно обеспечить себе внешнюю политику, которая поддерживает экономическое развитие, или мы хотим питаться адреналином, который, наверное, часть людей, которые следят за внешнеполитическими событиями, получают от этого ощущения вечного противоборства, вечного боя, который разворачивается между Россией и Западом. здравый смысл и рациональность требуют от нас вот этой разумной внешней политики, которую он сейчас описал. Ну, конечно, здравый смысл требует. А кто вам сказал, что люди в своей деятельности вообще, когда бы это ни было, руководствуются здравым смыслом? Я попросил Владимира Рыжкова подвести итоги сибирского Давоса. Владимир Александрович, как подвести итоги вот того разговора, который у вас состоялся сегодня в Барнауле и вчера, собственно, что ждать, во-первых, от российской экономики вот в этих условиях? Вывод общий, пожалуй, такой, что три года подряд уже снижается производство, три года подряд снижается стройка, три года подряд снижается торговля, три года подряд снижаются доходы населения. В этом году скорее всего или будет небольшой минус, или будет на нуле, но в любом случае это будет проблемный тяжелый год и сейчас Сергей Дичков из Новосибирска делал презентацию, он показывал динамику по сибирским регионам, в большинстве сибирских регионов скорее всего продолжится спад. Если говорить о дискуссии, которая шла здесь по внешней политике, собственно, опять же, можно ли что-то спрогнозировать с учетом мнений экспертов? Ну, здесь делал основной доклад Сергей Уткин, известный эксперт по внешней политике, он привел целую систему таких рациональных аргументов, почему надо разрешить наконец каким-то образом украинский кризис, почему надо выходить из-под режима санкций, почему нужно восстанавливать нормальное конструктивное сотрудничество с Западом, и по его мнению, мы сейчас притормозили на пути конфронтации с Западом, но я в свою очередь привел ему последнее событие на Донбассе, где были военные действия, блокада, признание паспортов ДНР, ЛНР, то есть наоборот есть признаки новой эскалации, поэтому это высокой степени непредсказуемая ситуация, в которой решать будут не международники, а политическое руководство страны, а политическое руководство страны может как пойти на сотрудничество, так и устроить новый виток конфронтации. А есть ли какие-то аргументы вот именно за политическое сотрудничество, такие, которые можно предложить нынешнему руководству, Владимиру Путину? Ну, на самом деле, все эксперты говорили о том, что санкции вредят России, все эксперты говорили о том, что инвесторы, скорее всего, не пойдут в страну, которая находится под режимом санкций, об этом говорил в частности вчера Евсей Гурвич и другие экономисты, поэтому есть рациональные экономические аргументы за то, что все-таки надо выходить из режима санкций. Но будет ли руководство страны руководствоваться рациональными аргументами или иррациональными аргументами конфронтации и мобилизации людей вокруг внешнего врага, это сказать трудно. Ну, то есть, получается так, что без изменения внешней политики фактически Россия обречена на стагнацию? Не только внешней политики, внешняя политика и выход из режима санкций, безусловно, это ключевой фактор запуска экономического роста, но все говорили о том, что внутри страны огромное количество структурных проблем, которые тоже нужно решать. Мы здесь обсуждали проблему искаженного рынка труда, где искусственно поддерживается занятость за счет очень низкой заработной платы. Мы говорили здесь о массовой застойной бедности. Лилия Овчарова говорила о том, что у нас процент бедных намного больше, чем для стран с аналогичным уровнем развития. Так что здесь еще есть очень много внутренних структурных проблем, которые тоже здесь обсуждались и которые тоже требуют решения. Сейчас идет такой спор, возможно ли при авторитаризме провести некий набор экономических реформ, скажем, после победы Владимира Путина на тщательно организуемых так называемых выборов? Вчера целый день мы обсуждали эту тему, можно ли без изменений в политической системе, можно ли без изменений отношений общества и государства проводить какие-то реформы. Гандмахер в частности говорил о том, что реформы это не просто набор технических каких-то мероприятий, а реформы это включение миллионов людей в управление системами образования, здравоохранения, ЖКХ и так далее. То есть без изменения социальных отношений, без изменения отношений общества и государства никакие технократические реформы даже при наличии доброй воли не пойдут и не заработают. В том числе и антикоррупционные, которые мы сейчас видим по истории с Дмитрием Медведевым. В том числе антикоррупционные, потому что если борьба с коррупцией является чисто делом чиновников и они сами решают кого можно преследовать а кого нет и если общество не вовлечено в борьбу с коррупцией то победить это зло невозможно. Подвел итоги экономической конференции Сибирский Давос один из ее организаторов Владимир Рыжков. В эфире была программа «Лицом к событию». Она была посвящена форуму в Барнауле и вел ее Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА